Итак, всем привет! С вами Владимир Михайловский. И сегодня снова будем попробовать жахматную головоломку, а именно Чесли. Уже было видео на канале. Многим оно понравилось и я решил попробовать записать еще разок. Итак, суть в том, что надо угадать какой порядок ходов, какой дебют был сыгран. Ну и сейчас в процессе еще объясню подробнее. Да, ну или можете открыть старое видео, оно было там буквально пару видео назад на канале. Там я объяснял уже подробнее. Итак, давайте снова пробовать, наверное, читерский метод немножко. Он, мне кажется, самый действенный, чтобы вычислить как раз какие ходы могли бы быть. Итак, сам бит. Итак, ой-ой-ой, читерский метод, что-то вообще не работает. Да, но суть в том, что если серый ход, значит этого хода вообще не было в партии. Если ход горит желтым, значит этот ход был в партии, но на другом ходу. То есть, например, D4 был не на втором ходу, а на третьем или первом. А если зеленым, значит, что ты угадал этот ход на этом ходу. Так, ему ни одного зеленого, у нас только три желтых. Ну, D4, конь F6, наверное, почти наверняка. Так, C4, белые тоже не играли. Фантастика. Так, ну, конь F3. Ну, давайте пробовать конь F3. У нас есть, мы знаем, что это было. Значит, конь F3 мы, наверное, попробуем сыграть. Дальше, возможно, G6. Да, данных чего-то совсем, конечно, мало. Так, E4 у нас тоже не было, ничего не было. Можно E6, не знаю, давайте E6 попробуем. E6, может быть, Лондон, слон F4 или слон G5. Ну, давайте слон F4, допустим. Допустим. А, нет, C5 тоже у нас хода не было. Да что же за безобразие-то? Как в это играть? Может быть, B6? Не знаю, может, G6 все-таки. Так, если G6 пробуем, что это могло бы быть? Например, G3, слон G7, слон G2, рокировка, рокировка и, допустим, D6. Ну, вот это в теории могло быть. Вроде никакие ходы не пересекаются у нас. Ну, давайте попробуем. Я не знаю, надо пробовать, потому что пока очень мало данных. Сам бит. Да ладно. Да ладно. 98% угадало людей в среднем 3,5 попытки. Да, не, ну, сейчас, сейчас наверняка, наверняка буду писать в комментариях, что я знал заранее и все дела. Но я, честно говорю, реально заранее я не знал. Просто вот так вот попал. Фантастика. Не, ну, да, не знаю. Окей. Ну, тогда, наверное, в это видео уже запишу еще одну попытку чесли, когда она появится новая. По идее, уже через пару часов должна появиться. Так что будет два чесли в одном видео. Да, фантастика. Ладно. Скоро продолжим. Итак, новая попытка чесли. Сейчас буду немножко, наверное, торопиться, потому что надо уезжать. Мне буквально через пару минут. И поэтому давайте попробуем добавить в экспресс режиме. Итак, по стандартному читерский метод, чтобы выяснить ходы. Так, сам бит. Е4, Е5. Правильно. Конь Ф3. Конь Ф6. Конь С6. Все это было. Так, ну, слушайте. Тогда это очень напоминает у нас или защиту двух коней, или дебют четырех коней. Ну, наверное, защита двух коней, мне кажется, более вероятно. Давайте пробую тогда так. ЕД и конь А5. Основная теория. Собит. Так, это мы угадали. Хорошо. Е4, Е5. Конь Ф3, конь С6. С4, конь Ф6. Да, но если не конь G5, то значит D3. На D3 черная. Ну, скорее всего, С5 должно ходить. С5. Брокировка. Ну, и, допустим, D6. Шамбит. Так. Окей. Уже большинство правильно. Так, тут есть... Прикольно, конечно, вручную вводить, но если такая кнопка, сразу правильные ходы вводятся. Так, вам это видно? Да, вам это видно. Хорошо. Значит, не С5. И D6 не было. А как же ты пошел-то, е-мое? Докировка была. Ну, может, H6 тогда. Какие тут еще? Слон Е7 еще есть ход. И H6, или слон Е7. Та-та-та-та-там. Да. Ну, тут в угадайку надо играть. Ну, давай слон Е7. Хотя вот чувствую, что было все-таки H6. Нет, неправильно чувствую. Да, вот отлично. Четвертые попытки угадали. Неплохо. Так, опять 97% людей угадало, как и вчера, видимо. Ну, окей. Ладно. На этом все. Вот такое небольшое сегодня видео по Чесли. С двумя попытками. Первое, конечно, забавное. Я пересмотрел, и реально ощущение, как будто я просто знал что-то, но на самом деле я не знал. Ну, вот так получилось. Такое бывает. Интуишн. Так, ладно. На этом все. Спасибо всем, кто смотрел. Если понравилось видео, лайк, подписочка, донат. Ну, или приятные комментарии. Ну, или просто комментарии. Буду благодарен. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч.